Славится земля самарская талантами. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город Эсс. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня ребята, чьи музыкальные способности превосходят все ожидания участники проекта Гелельс Коган и президент проекта Лев Григорьев. Здравствуйте всем! Здравствуйте! Лев Владимирович, ну, всегда вы к нам приходите с ребятами, каждый раз приводите новые таланты, и всегда очень приятно на них смотреть и понимать, что действительно в Самаре есть кого послушать, есть на кого посмотреть. Интересные, яркие, и я думаю, что уже можно начать говорить о них. У нас только что недавно прошла 14-я Поволжская историческая музыкальная ассамблея «Самарская мелодия-2016», в следующем году будет 15-я уже юбилейная ассамблея. И в этом году мы решили посвятить ее, ну, мы уже говорили об этом году кинематографа и 430-летию города Самары. Огромное спасибо Департаменту культуры, который поддерживает этот проект в течение многих лет, и вот сейчас и президент уже на совете и при обращении к народу сказал о творческой молодежи, о том, чтобы центры создавать. И Николай Иванович Меркушкин тоже сказал, что мы создадим обязательно. А вот на канале ГИС и в Самаре уже давно такие центры есть, и периодически, систематически это происходит. И мне бы хотелось показать такую программу. 500 человек у нас было для курсантов Самарского юридического института в день ветеранов Федеральной службы исполнения Казани России. Восторгу было, не было предела. Два часа шел концерт, и вот эти ребята, 17-я музыкальная школа, я в этот раз решил взять вот именно ее, чтобы не распыляться. А вот посмотрите, что у нас вот в одном даже месте, что отчетный концерт для бабушек иногда, для дедушек, для родителей, для общественности. А мне хотелось, чтобы они выступили именно перед молодежью Самары, перед теми, кто, ну, курсант юридического института. Вот. Вроде как будто они военные будущие, защитники Родины. А мне хотелось показать, кого они будут защищать. И вот мы начали нашу ассамблею с замечательного стихотворения. Иду по Самаре, и многое помнится. Душа красотою гордится, и полнится. Повсюду все ново. Восторг, удивление. Культура Самары, культура творения. Вот князь-основатель. И статуя конная, и воля его созидать непреклонная, и царская крепость создать повеление. И город, и жизнь, и судьбу поколений. Заложено в прошлом великое время. Как в колосе Нива, как в семени племя. Чайковский и Горький, Аксаков и Гашек. Не прошлое, а настоящее наше. Самарой гордимся, надеясь и веруя, что будет Самара и лучшей, и первую. Наш взор, устремленный века предыдущие, зовет нас пройти и дороги грядущие. Здесь жил Шостакович. Седьмая звучала симфония, что положила начало победе добра и победе России. И мира победе над злом и насилием. Толстые и Репин. Высоцкий и Пушкин молчать заставляют. И подлости Пушкин, их песни и проза, стихи и картины навечно прописаны в наших квартирах. Культуру Самары, сплетение столетий, наследовать будут самарские дети. Иду по Самаре, и вдруг осенила. Культура Самары – великая сила. И вот мне бы сегодня хотелось показать эту великую силу, нашу культуру и наше будущее. Но перед тем, как показать, девчонки и мальчишки, их не могу не спросить. Когда на большой такой концерт перед чужими людьми вышли, волновались, страшно было. Как справлялись со своим волнением внутренним? Вика? Без волнения, конечно, никак. Но все же сцена, это сцена. Надо показывать людям свои достижения, свое творение и делиться им. Варя, ты волновалась? Вот честно, думала, будет страшнее, но когда вышла, ты видишь публику, эти горящие глаза, и много человек тебя поддерживают. Все-таки нет. Сцена «Второй дом». Ром, аплодисменты-то понравились? Угу. Как себя чувствовала? Какие? Ну, браво, кричали тебе? Нет. Нет? Ну, кричали. Кричали. Ты просто, он не слышал. Не просто кричали. Там восторг был полный. Ну, нравится вообще вот так выходить на сцену, чтобы тебя аплодировали, понимать, что ты вот один стоишь, и все на тебя смотрят. Это как? Да, нравится. Ну, иногда испытываешь такое ощущение, то, что все на тебя смотрят, видишь, как будто сейчас сглазят. Сглазят. Но я думаю, что таких талантливых ребят никто не сглазит, а наоборот все за них переживают, да, и поддерживают своими аплодисментами. И у нас сейчас есть уникальная, конечно, возможность. Не все побывали, да, на этом концерте, где ребята демонстрировали свои таланты, но мы можем послушать и посмотреть на них. Варвара начнет сегодня. Скажи, пожалуйста, что ты будешь исполнять? У меня произведение, мне кажется, не такое уж и простое, у меня произведение, это Прокофьев Болтунья на стихе Агни Бартон. Я хочу вот одно буквально слово сказать. Дело в том, что этот год, он еще необыкновенный в эстетическом, художественном, музыкальном смысле. Это год Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, 110 лет со дня рождения, 106 год родился. И год Сергея Сергеевича Прокофьева, 125 лет. И мы в программу включили именно вот такую сложную музыку, фантастическую пьесу Шостаковича, ну и радостную песню на стихе Агния Львовна Барто, музыка Прокофьева «Болтунья». Варя, ну на сцену, на нашу попрошу. Поехали. Варя, ну на сцену, на сцену, на сцену, на сцену. Варя, ну на сцену, на сцену, на сцену, на сцену. Тоже все голосовали А что болтунья Лидамо Это Вовка выдумал А болтать-то некогда Мне болтать-то некогда А у нас учитель строгий Он сегодня на уроке Объяснял насчет Японии Вы спросите, кто не понял Я спросила, как считается, что японцы есть китайцы Я спросила об Японии Это там родились пони А у нас учитель строгий Он сегодня на уроке Объяснял насчет Японии Вы спросите, кто не понял Потом учитель говорил, что был китайский мандарин Я у учителя спросила А есть японские апельсины А у нас учитель строгий Он сегодня на уроке Объяснял насчет Японии Вы спросите, кто не понял Я спросила, как считается, что японцы есть китайцы Я спросила об Японии Это там родились пони А что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал А болтать-то мне когда, мне болтать-то никогда Я теперь до старости в нашем классе староста Да чего мне хочется стать, ребята, лётчицы Подними пусть на страта стати Что такое это, кстати? Может, это страта стат, когда старосты летят Подними пусть на страта стати Что такое это, кстати? Я теперь до старости в нашем классе староста Да чего мне хочется стать, ребята, лётчицы Подними пусть на страта стати Что такое это, кстати? Может, это страта стат, когда старосты летят Это Вовка выдумал, что болтунья ли да мол А болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда У меня еще нагрузки по-немецки и по-русски Нам задание дано, чтение и грамматика Я сижу, гляжу в окна и вдруг там вижу мальчика Он говорит, иди сюда, я тебе ирису дам Я говорю, у нас нагрузки по-немецки и по-русски Я тебе ирису дам, я говорю, у нас нагрузки по-немецки и по-русски У меня еще нагрузки по-немецки и по-русски Он говорит, иди сюда, я тебе ирису дам Я тебе ирису дам А что, болтунья ли да мол Это Вовка выдумал А болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда Слушай, как ты все это выучила, это же сумасшествие какое-то За неделю буквально, вот это и есть вот способность, когда возьмешься и сделаешь А произведение, оно редко звучит, это очень сложная музыка Вот она сейчас поет, а я даже съежился, думаю, как ей трудно-то Это же такое количество нот, которые туда-сюда И тексты, и нот И смысл надо передать И смысл передать Слушай, какая ты умница Кто с тобой работал, расскажи У меня мой педагог Ринзина Николаевна Самой тяжело было? Было такое, что не получается что-то Да ну его, не хочу я это учить Вот когда первый раз взяли ноты, передо мной разложили эту скатерку Я так смотрю, думаю, господи, за неделю это все сделать? Да, говорю, не предделаем оно, сделаем Вот делали-делали, сидели, так по фрагментам все учили, разложили Вроде как запомнилось А ночью, если бывает сняться ноты, что ты что-то учишь или не можешь наоборот выучить Ром, сняться такие? Никогда И все выучишь И этот гений у нас Это у нас гений маленький, уши закрой, не слушай Я всегда говорю, но я его люблю ужасно, я вообще всех их люблю Но дело в том, что они каждый по-своему хороши Вот кто-то переживает, а кто-то и не очень Вот этот не переживает, да? Нет, этот Люди переживают, когда его слушают Молодец Вик, хочу тебя спросить еще Ты вот такая уже взрослая девушка У взрослых девушек иногда другие интересы бывают Куда-то походить, погулять Там с подружками, с друзьями встретиться А ты столько времени музыке посвящаешь Это душа так лежит у тебя? Скорее, да, душа Вот иногда даже некоторые те же самые одноклассники Лишь бы постречаться с кем-то, погулять Даже моя подруга часто зовет меня Но у меня никогда не бывает времени Свои выходные я даже провожу за нотами Сидя за пианино Уча, зубря Ну а ты хочешь в будущем связать, да, свою жизнь с музыкой, я так понимаю Профессионально заняться? Я еще занимаюсь рисованием, но скорее, да Ближе душа лежит к музыке Будет звезда-то новая? Время покажет Ну у вас бывают такие дети, которые от вас выходят потом У нас в Москве, в Петербурге, по всему миру Через нас проект прошло Конечно, мы в это верим, а иначе бы и не действовать Гения, я хочу послушать, прям сил нет Обязательно Вы так нарасхваливали Вы знаете, это подарок Перед Новым годом, скоро Новый год Действительно, ты не смущайся только И добивайся своего Я думаю, ему надо выступить Ром, вперед на аванс-сцену Рассказывай, что ты будешь исполнять Я буду исполнять Толиков, сын России Ну давай, удачи тебе, вперед Упал я на границе, первый бой Закрыв ладонью рану на груди Сама земля стонала подо мной И жизнь уже казалась позади И только ты везь же выходила из огня Суровая доверчивая Русь Но как ты обходилась без меня А я вот без тебя не обойдусь Настойчиво звала меня труба Пылали обожженные края Под гусеницы падали хлеба В России оставала родина моя И только ты везь же выходила из огня Суровая доверчивая Русь Ну как ты обходилась без меня А я вот без тебя не обойдусь Если буду вынужден опять Надеть шинели сквозь огонь шагать Если битве сердце опалю Я слово как и прежде повторю И только ты везь же выходила из огня Суровая доверчивая Русь Ну как ты обходилась без меня А я вот без тебя не обойдусь Мою товарищ рану не жалей Мы отжалели бой родной земли Под окна паливы госпиталей Березы забинтованные шли И только ты везь же выходила из огня Суровая доверчивая Русь Ну как ты обходилась без меня А я вот без тебя не обойдусь Браво, слушай, ты как такую патриотическую песню-то выбрал? Ты сам? Мы это выбрали в прошлом году Ну начали петь в прошлом году А так выбрали в посапрошлом году Когда я уже учился в первом классе по музыкальной По музыке Тебе нравятся близки такие патриотические? Я люблю вообще патриотические песни А почему ты их любишь? Чем они тебе нравятся? У них и ритмы есть И такие они серьезные, да? Проявить себя можно как мужчину уже такого юного Лев Владимирович, ну прям молодец Вот я сижу у меня переворачиваю Катарсис это называется, очищение Вот это вот в душе Такое вдохновение Вот именно такие песни надо петь нашей молодежи И не только классика Вообще Серафим Туликов это классика Вот И я очень рад, что так блестяще исполнил Лев Владимирович, вот у нас немножко уже времени остается У нас еще Виктория как в запасе сидит Тоже очень хочется послушать Но у вас вот на коленочках что-то лежит Да, я хочу сказать Мне кажется не просто так Да, не просто так Во-первых, от Городской Думы Мне бы хотелось наградить их За успехи на благо Самары Держи, ура Это мне такое дали Значит, медали им Разрешение мне такое дали Городская Дума нас всегда поддерживает Дума городского округа Самары Вот За успехи на благо Самары И конечно каналу благодарственное письмо От департамента по делам молодежи Самарской области От агентства парализации молодежной политики За многолетнюю успешную работу по пропаганде Вот молодежного творчества Именно серьезного того Который приносит успех Мариану Миром Ведущий цикл передач ГОРТС Акционерного общества Самара городской информационной системы Спасибо огромное Друзья, вот такой прекрасный диплом нам подарили Благодарственное письмо Повесим на торжественное место Я думаю, спасибо большое Очень приятно Творить и будем приглашать вас в эфир еще Виктория, попрошу тебя тоже спеть Но вот, чтобы ты у нас все-таки Была такая творческая Медальку, может, снимем, да? Положим аккуратненько Вот, чтобы твое прекрасное платье Наши зрители тоже увидели Скажи, что ты будешь петь Музыка Гурелева, Слава Пушкина Фонтан Бухчевсарайского дворца Вперед на аванс У нас и классика, и патриотика Разнообразный репертуар Прекрасно Фонтан любви Фонтан жилы Принес я в дар тебе Две розы Люблю немощи голос твой И вечно льющиеся слезы Твоя серебряная пыль Пробит меня Рассоя хладной Ох, лися, лися, ключ отрадной Журчи, журчи свою мне бы Фонтан любви Фонтан печальни И я твой мрамор Вопрошал Хвалу стране Прочу я дальной О, Мария О, Мария Ты молча Цветила бледная Рима И здесь все же Затмена ты Или Мария И зарена Одни счастливые Мечты Вик, скажи, пожалуйста, ты хотела бы в будущем, ну, в оперном театре работать, петь? Или какое-то больше эстрадное тебе все-таки ближе? Как бы ты видела себя? Если бы я хотела петь эстрадный, мне он, как бы, не дается. Не дается? Я думаю, даже у меня судьба петь скорее академический вокал, чем эстрадный. И мама. И мама тоже в данную эстраду не хочет, чтобы ты шла? Нет. Хочется академического. Вот именно она положила мне начало к академическому вокалу. И я ей за это благодарна очень. А есть у тебя, ну, может быть, не кумиры, но все какие-то оперные певицы, на которых ты равняешься, или у которых учишься, смотришь, как они работают? Нет. А как ты это все делаешь? Вы знаете, сейчас это прозвучит эгоистично, но я постоянно себе говорю, я лучшая, я буду петь. Все правильно. И все. Ты знаешь, это правильный подход. Я съежился. Ну, может быть, это вот посыл творческий такой. Все сейчас, 21 век. Мне кажется, если есть такие прекрасные результаты, можно и себе довериться. Ты вот с педагогом все равно работаешь, да? Да. Но уже дома одна, да? У них один педагог, Нина Николаевна Рындина, и это только одна музыкальная школа, 17-я. Представляете, а у нас, значит, школа-то более 20. И совсем другое дело. Лев Владимирович, куда, вот, детям бы этим еще-то, где показаться бы, куда поехать? Они на концертах. Вот следующий год у нас, значит, юбилейный. 10 лет музыкальному автобусу. Ну, у Истоков стоял канал ГИС, кстати, вы нас провожали. Помню, провожали. Да, значит, это в Борском. Мы будем, значит, вот, я уже составом определился. Я уже знаю, кто. У нас уже в филармонии еще концерт в этом году. Мы, значит, будем в следующем году проводить. Так что у них еще и филармония впереди, и впереди у них Борская, там, зал на 500 человек. Вот. И, конечно, 15-й Павловский исторический. Есть где, есть где. Ребята их ждут, их любят, их ценят, и они сторицей воздают. Самое главное, любить их, и они любят искусство. Несмотря на то, что говорят, что они сами уже определились. Вот. Ну, я знаю, многие даже вот, когда ребята выступают, они на кого-то хотят быть похожим. Вот это может быть и хорошо, что они должны быть сами собой. Слушайте, спасибо вам огромное, что вы пришли. У меня, конечно, невероятные эмоции сейчас, я думаю, у зрителей, у наших войсков. Возникли. Я вам желаю огромных побед музыкальных. И знаете, как вот говорят, что таких, как вы, бог в лоб поцеловал, да, в темечко. Вот. Поэтому у вас есть прекрасный руководитель, у вас есть прекрасный педагог, который с вами занимается. Лев Владимирович, и вам успехов желаю, чтобы вы этих ребят держали, никуда от себя не отпускали. Вот. И вам, ребятки, желаю, чтобы все у вас получалось. И с наступающим Новым годом. За подарок такой вам спасибо огромное. И за диплом. Со зрителем прощаюсь. И медаль вам тоже положено. Нам тоже медаль? Да, да. Ждем медаль. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова